Всем привет! А вот и последнее видео по айсбергу Тайны СНГ. Во всяком случае это видео по последнему уровню, потому что меня посетила идея сделать одно большое видео по всему айсбергу, но не просто слепить множество роликов в один, а исправить прокравшиеся ошибки, перезаписать неудачные моменты, ну и дополнить некоторые пункты. Очередное погружение начнем с темы с самого дна, что событие Чернобыля предсказано в Библии. Это довольно популярная теория, ее обсуждение можно найти в интернете очень много где. И речь идет о восьмой главе Откровения, где говорится, что после того, как затрубил третий ангел, с неба упала звезда, отчего треть ввод стали полынью, и отравившись ей люди начали массово умирать. Как это предсказание можно связать с Чернобылем? Например, через слово полынь, потому что в старых словарях можно найти слово Чернобыль как одно из названий травы полыни. Вот только само слово полынь в христианской Библии существует без контекста. А если открыть в более древней тонах, там слово полынь встречается множество раз и является синонимом горечи и ядовитости человеческих пороков. Выходит, в Откровение люди умирали не от какой-то конкретной катастрофы, а смертельно отравившись своими грехами. Религиозные темы продолжаем пением ангелов на горе Афон. Афон – это гора в Греции, где с седьмого века существует одно из крупнейших поселений христианских монахов. Сейчас в основном православных. Примерно десять лет назад в интернете начали распространять запись, на которой можно услышать якобы пение ангелов на этой горе. Тогда одни поверили в чудо, а другие обнаружили, что запись эта является херувимской песнью в исполнении Димитриоса Сурландиза с наложенными фильтрами. Такое вот религиозное начало. Хотя иногда кажется, что большей части людей не религиозное или атеистическое мировоззрение, а магическое, потому очень распространены различные суеверия, являющиеся по сути мистическими ритуалами. Особенно таких много вокруг похорон. Например, завешивание зеркал в доме умершего или оставление стакана водки рядом с местом захоронения. Тысячи их на самом деле. Продолжаем тему различных суеверий такой темой, как ритуальные убийства, о которых писал Даль. В 1844 году в Министерстве Внутренних дел появляется странная рукопись без авторства, которая утверждает, что евреи убивают христианских младенцев для своих ритуалов. На сегодня текст, кстати, признан экстремистским материалом. Так что его воспроизведение и распространение уголовно наказуемо. Но то сейчас. А в 1863 в каталоге одной из московских библиотек появляется упоминание книги с таким названием. Вот только теперь это не анонимная рукопись. В каталоге указывается, что ее автором является Владимир Иванович Даль. Собственно, его и считают наиболее вероятным автором изначальной рукописи, так как на это указывает множество доказательств. Но существует и множество альтернативных версий, говорящих о том, что он написал ее какой-нибудь другой человек. Противники авторства Дали чаще всего указывают на то, что записки являются небрежной компиляцией разных других антисемитских произведений. И, судя по стилю, написаны, скорее всего, человеком не слишком образованным и точно не Далем. Вообще, история о том, что какая-то группа людей совершает кровавые ритуалы, обычно называется кровавым наветом. В царской России было принято связывать подобные вещи с евреями. Вот только в реальности такие ритуалы совершали не они. В 1892 году, где-то на территории современной Удмуртской республики, некая 12-летняя Марфа отправилась в гости к бабушке в соседнюю деревню. В лесу, через который проходил ее путь, девушке повстречался покойник. Поначалу она решила, что увидела пьяного и не придала этому значения. Однако на обратном пути она заметила, что пьянчуга лежит без головы. Сразу появилось две версии. Первая говорила о том, что убитый стал жертвой человеческого жертвоприношения, совершенного местным коренным народом. На этой версии настаивали почти все местные жители. А вторая версия заключалась в том, что труп на это место принесли крестьяне специально, для того, чтобы избавиться от тогдашнего владельца этого леса, обвинив его в преступлении. На эту версию указывали улики, найденные следствием. И, конечно же, следствие в итоге склонилось ко второй версии, решив, что именно крестьяне устроили имитацию кровавого ритуала, для того, чтобы забрать себе лес. Позднее эта версия подтвердилась, так как, умирая, некий крестьянин Тимофей Васюкин исповедался священнику, рассказал о том, что именно он придумал и реализовал такой хитрый план. Все это называется мултанским делом, и оно стало одним из самых громких дел своего времени. Им даже интересовался великий писатель Лев Николаевич Толстой, выступавший в защиту коренного населения. У него, кстати, была интересная позиция, он говорил, что нельзя обвинять местных удмуртов, вне зависимости от того, виновны они или нет. Немного вернемся к еврейской теме. И иногда вообще даже удивляешься тому, в чем их обвиняют. Вот в 93-м году Ельцин из танков расстрелял здание Верховного Совета. В зависимости от политических взглядов, разные люди оценивают это событие по-разному. Одни говорят, что тогда случился расстрел парламента и установление единоличной власти Ельцина и его так называемой семьи над страной. Другие обращают внимание на то, что и противостояли тогда Ельцину, личности во многом интересные. И чтобы было удерживаться не тогда у власти, вопрос не менее интересный. Но многие забывают, что в то же время на улицах Москвы происходили кровопролитные бои. Защитники Белого дома решили занять телецентр для того, чтобы поведать людям о своем взгляде на сложившуюся обстановку. Однако мирной политической акции из этого не получилось. Произошли бои, жертвами которых стали сотни человек. А при чем тут евреи? Существует теория о том, что первые выстрелы того дня прозвучали со стороны загадочных снайперов из Израиля. Судя по всему, эта теория запустила некая газета День. Но вот конкретные статьи, где бы это было бы написано, я так и не нашел. Так что чем автор аргументирует эту теорию, неизвестно. Перед погружением в пучину мрака посмотрим на странные теории, которые находятся на нижних уровнях айсберга. Вот теория инволюции Белова. Когда слышишь что-то вроде эволюции, это только теория и она не доказана. Обычно ожидаешь увидеть человека достаточно далекого от каких-либо наук. И тем более удивительно узнать в говорящем такие вещи палеонтолога. Представителя науки, который каждый день сталкивается со следами эволюционного процесса. Да еще и сотрудника Российской Академии Наук Александр Белов продвигает идею о том, что на самом деле живые организмы не усложняются в процессе мутации отбора, а только упрощаются. Начинает Белов с того, что древние люди были умнее совершения современных, и развивает идею до того, что и животные когда-то были человекоподобными существами. Все живые существа на планете когда-то были пришельцами из космоса, которые, решив остаться на Земле, попали в своеобразную ловушку и начали деградировать, приспосабливаясь к условиям жизни на этой слишком дружелюбной планете. Какие-то пришельцы стали рыбами, какие-то птицами, а какие-то вот даже людьми. И судя по тому, что пишут, в некоторых уголках интернета почитателей этого учения нашлось довольно много. Что лишний раз доказывает, что можно придумать практически все, что угодно, начать это рассказывать в костюме с серьезным выражением лица и найти своих поклонников. Хотя, слушая интервью автора, у меня иногда закрадывается впечатление, что он сам не особенно верит в то, что говорит. Но что не сделаешь ради хайпа? Если присмотреться к самой нижней части айсберга, можно увидеть скрытый пункт «Теория добра». Этот пункт отсылает к ЖЖ-дневнику под названием «Голос добра». Написан он в достаточно странной манере, и не всегда вообще можно понять, о чем текст. То есть предложения сами по себе логичны и понятны, но ни к каким выводам они не приводят. Вот, например, он рассказывает про древнее собирательство, затем рассуждения перетекают в производство одежды. Заканчивается все это приведением в пример бюджета Неаполя. Что я должен из этого понять, я не понял. Однако, если внимательно читать написанное, одна общая тема тут все же есть. Автор постоянно говорит о том, что в мире меняется климат, и мы находимся в преддверии ужасной катастрофы. И самое забавное в этом дневнике, что в нем нет ничего особенно неправильного или дикого. Тут не рассказывают про заговор волшебных жрецов из Египта, как в книжках Коба. Не пишут, что животные произошли от пришельцев, как рассказывает Белов. Я даже по ходу чтения так и не мог за что-то зацепиться, чтобы сказать вот в этом видео, мол, посмотрите, какая дичь. Такого у «Голоса добра» нет, но все как-то перемешано, как будто смотришь в калейдоскоп или даже просто на кучу битого разноцветного стекла. Странное ощущение? Наверное, что-то миметическое? Может, если потратить на чтение этого дневника больше времени, написанное сложится в более цельную картину? А может, это и просто поток сознания? Итак, мы дошли до самой жести. Темы, которые остались в айсберге, это исключительно разные убийства, катастрофы и просто мрачняк. На всякий случай я предупредил. Если вы остались смотреть это видео, значит вы готовы услышать самую мрачную дичь. В 2012 году недалеко от поселка Левиха, местный житель, занимавшийся рыбалкой, зашел в небольшой лес, увиденное запомнится им и на всю жизнь, потому что перед ним была целая свалка неродившихся детей и эмбрионов. Большая часть из них лежала в нескольких бочках, а на их маленьких конечностях были прикреплены бирки с фамилиями несостоявшихся родителей и номером палаты. Это обстоятельство позволило установить причину случившегося. Все бирки относились к нескольким больницам Екатеринбурга и, судя по всему, организация, отвечавшая за надлежащее захоронение останков, вместо выполнения своей работы решила освоить полученные на это дело деньги как-то иначе. Тем, кому все же повезло родиться, может угрожать и другая опасность. Например, с неба может упасть самолет. В мае 1972 года военный самолет с радиоаппаратурой совершал полет над Балтийским морем. По плану самолет был должен лететь на высоте в 500 метров, но по какой-то причине он поднялся только на 50. Возвращаясь обратно к аэродрому, самолет влетел в густой туман, где задел крылом вершину сосны. После этого летающая машина пролетела около 200 метров и камнем рухнула на землю, прямо на здание детского сада. В детском саду в то время как раз дети вернулись с прогулки и начали обедать. Через пару секунд после крушения самолета все здание оказалось объято пламенем. Все 24 ребенка погибли, как и 8 членов экипажа самолета. Материалы расследования этого события до сих пор не опубликованы, поэтому все версии основаны только на разных предположениях, и они разнятся от того, что пилоты были пьяны, до какой-то технической неисправности. В чем-то даже более мрачная судьба постигла детей, попавших в сети голубой орхидеи. В 2001 году завершилось громкое расследование московского уголовного розыска и американских пограничников. Тремя годами ранее, в 1999 году, после длительного и тщательного расследования, оперативники Мура разгромили преступную группу педофилов. Однако, на удивление, тогда виновным удалось избежать наказания, так как Государственная Дума объявила большую амнистию. И, возможно, это и совпадение, а может и нет, так как среди бандитов был как минимум один помощник депутата. Через год американцы сообщили, что к ним в страну хлынул поток видеокассет с детьми в главных ролях, сняты этой бандой. Американцы купили одну из кассет за 300 долларов и и так смогли установить, кто их продает. Эти данные они направили московским коллегам. Однако, оперативники Мура взять бандитов не смогли. Вернее, когда они пришли к одному из них, он прыгнул из окна больницы, где тогда находился и разбился. Информация, полученная в ходе расследования, позволила американцам найти покупателей кассет в 24 странах мира. Как минимум, одного из них гражданина Америки арестовали в Москве и вывезли на родину, где он получил огромный срок. Далее, по материалам расследования в США, местная полиция смогла выйти почти на 2000 покупателей этих кассет. А вот с российским расследованием не все так однозначно. Из статей об этом расследовании за 2001 год у меня сложилось такое впечатление, что поймали только людей, засветившихся на кассетах в кадре. И в итоге всего троих человек. Как-то не верится, что это и была вся банда. Больше похоже, что речь идет о большой преступной группе, которая, возможно, продолжила свое существование. На эту мысль меня натолкнула статья из газета «Московский комсомолец», где говорится, что один из избежавших наказания членов этой группы продолжил заниматься той же самой преступной деятельностью. Вскоре он умер, но оставил после себя группу из шести человек, которая искала своих жертв среди детей из неблагополучных семей, прямо на улицах Москвы. Их поймали только в 2006 году. Как-то это все несколько тревожно, но, по крайней мере, эти хоть никого не убили. В отличие от маньяка Анатолия Сливко. Этот человек, о котором, наверное, никто бы не мог подумать, какие ужасы он на самом деле делает. Ведь в 1977 году он стал заслуженным учителем и ударником коммунистического труда. Был мастером спорта по туризму и даже занимал пост народного депутата городского совета Невиномыска. В 1961 году он стал свидетелем дорожной аварии. Тогда мотоциклист протаранил группу пионеров. Один из них скончался. И вид мертвого ребенка понравился будущему маньяку. Сливко оказался человеком довольно хитрым. Он не стал просто убивать пионеров. А будучи руководителем туристического кружка, он предлагал его участникам сниматься в приключенческом фильме, прямо во время похода. По сюжету этих фильмов персонажи постоянно попадали в разные опасные ситуации. И поначалу все было относительно нормально. Во всяком случае, никто не умирал. Хотя маленькие участники съемок получали различные травмы. Некоторые из них даже находились на грани смерти. Но обладая некоторыми медицинскими навыками, Сливко их реанимировал. Так продолжалось до тех пор, пока в 1964 году одного из участников киноэкспериментов маньяка реанимировать не удалось. Сливко был арестован только в 1985 году. Его туристический киноклуб просуществовал аж 20 лет. И его жертвами стали семеро пионеров. И это только убитыми, а сколько остались инвалидами, история как-то умалчивает. Следствие доказало, что большая часть из них маньяк убил целенаправленно. И с поиском доказательств каких-то сложностей не возникло. Потому что Анатолий хранил множество видеозаписей и фотографий своих деяний, на которых все было более чем очевидно. А еще про Сливко можно сказать, что его пытались привлекать к поискам более известного маньяка Андрея Чикатило. Но все его предположения оказались бесполезны. Чикатило это наверное самый известный серийный убийца советской эпохи. Его жертвами с 1978 по 1990 год стали 53 человека. Убийство 43 из которых удалось доказать. В приговоре маньяку есть интересный момент. Там указано, что поначалу он говорил о том, что убийства имели ритуальный характер. Что дальше по тексту документа опровергается. Однако эта идея глубоко засела в голову конспирологического сообщества. Даже при поверхностном поиске в интернете можно найти множество рассуждений о том, что действия маньяка являются ритуалом. Одна из наиболее экзотических версий, которая мне попалась, заключается в том, что ритуал был связан с распадом СССР. Вообще в деле Чикатило очень много странного. Например то, что биоматериал на теле многих жертв не совпадал с образцами взятыми от пойманного маньяка. Одни объясняют это некомпетентностью экспертов, другие тем, что параллельно с Чикатило действовало еще несколько маньяков. Эта версия выглядит вполне реалистично. Ведь в 70-е и 80-е годы в Ростовской области существовало какое-то безумное количество серийных убийц. И возможно попросту все найденные во время проведения операции лесополоса трупы повесили на одного, уже пойманного, чтобы не поднимать панику. Вообще говоря, цифры впечатляют. В окрестностях Ростова-на-Дону в новейшей истории орудовали 37 только пойманных маньяков. Это явление иногда даже называют ростовский треугольник смерти. Объяснить этот феномен пытаются по-разному. И тем, что в воду в то время что-то добавляли. И наличием каких-то геопатогенных зон, особенностями климата. И конечно же действиями темных сил в этом регионе. Еще есть такая версия, что ростовские милиционеры просто лучше ловили маньяков, чем их коллеги из других частей Советского Союза. Эта версия выглядит самой рациональной, что ли. Но и самой мрачной, потому что наводит на мысль, что такое тогда творилось повсеместно. Хоть по мысли конспирологов маньяки совершали ритуал для развала Союза, после 91 года они никуда не исчезли. Например, в городе Днепропетровске в 2007 году банда малолетних дебилов из трех человек, ранее промышлявшая мелкими грабежами и кражами, решила переключиться на убийство. Поначалу они забивали бездомных и стариков. Затем начали убивать всех подряд. Их жертвами стал 21 человек. Особую известность они приобрели, когда начали выкладывать видео своих похождений в интернете. Как минимум, одно из них даже завирусилось. Оно получило название «Три парня и один молот». Думаю, не нужно особенно пояснять, что там конкретно происходит. Видео это даже заняло второе место в списке самых безумных и жестоких видео, по версии одного крупного интернет-сайта того времени. А самая жесть в том, что происходило это не в течение десятилетий, как в предыдущих случаях, а всего один месяц, начиная с июля 2007 года. То есть это троица почти каждый день кому-то проламывала череп. А еще одна леденящая душу деталь этой истории, что у этих маньяков нашлись подражатели. Например, вот в 2011 году двое подростков из Иркутска таким же образом убили шесть человек. Во время следствия выяснилось, что они просто подражали парням из Днепропетровска. Но людей убивают не только поехавшие маньяки. В середине нулевых в Тагиле начали пропадать молодые девушки. Довольно быстро это связали с местной проституцией, которая в середине и в конце нулевых в Горде расцвела пышным цветом. Настолько пышным, что существовали целые фирмы, занимавшиеся секс-услугами. И в один прекрасный день такую фирму у предыдущего владельца выкупил недавно освободившийся из тюрьмы гражданин. После отсидки, заработавший денег на продажу цветных металлов. После, так сказать, обновления менеджмента, дела фирмы пошли в гору. Вот только достигалась эта максимально жестокой эксплуатации девушек, многие из которых оказались на рабском положении. Ну а тех, кто не соглашался с такими порядками, просто убивали. Известно как минимум о 15 жертвах. В холодный ноябрь 2006 года следователи вышли на небольшой лес, усеянный телами девушек. Все они были бывшими работницами той самой фирмы. Это явление и получило название «Кладбище невест». После таких леденящих кровь историй, неплохо бы закончить чем-то просто загадочным. И тут, как нельзя кстати, есть история бункера Копенгаген. В 50 километрах от Петербурга существует заброшенный дачный поселок. Один из его домов таил себе до сих пор не разгаданную тайну. Дело в том, что в подвале дома можно было обнаружить спуск в самый настоящий подземный бункер. Под ветхим заброшенным домом находилось гидравлическое устройство, которое отодвигало массивную бетонную плиту, образуя достаточно большой вход, в который могла бы проехать машина. Около этого входа красовалась надпись черной краской. Копенгаген. Внутренности этого места еще интереснее. Оно повторяет своим видом интерьер следственного изолятора. Таким образом, что человек, находящийся внутри, мог бы вполне подумать, что его привезли в обычное СИЗО. Казалось бы, страннее быть не может. Но через несколько часов после публикации фотографий в СМИ, на место приехала строительная бригада. И срыла все сооружения таким образом, что от него вообще не осталось никаких следов. И история эта крайне мутная. Непонятно буквально ничего. Но главное, у общественности под носом появилась тайна, которую явно пытаются скрыть. Но конспирологам такое, как обычно, неинтересно. Искать под кроватью волшебных египетских жрецов и заговоры рептилоидов куда интереснее. А главное, безопаснее. Вот мы и закончили разглядывать предложенный вами айсберг тайна СНГС-2. Если знаете какие-то хорошие айсберги, предлагайте их. А можете даже составить свой собственный. Потому что куда же этот канал без айсбергов? Пишите, что думаете в комментариях. Встретимся там. А пока всем пока!